В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В историко-культурном центре состоялся форум Управдом. Будут задействованы средства и Московской области, и средства местного бюджета. С 25 марта в муниципалитете стартует социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». В первую очередь мы будем проводить пропагандистские мероприятия. В Виновской школе номер 5 прошла седьмая научно-познавательная конференция «Взгляд в будущее. Раздельный сбор отходов». Я посещаю практически все акции по раздельному сбору отходов с моим наставником Венера Тахировна Тарасюк. Обеспечением бытового комфорта жителей занимаются работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В историко-культурном центре состоялся форум Управдом, на котором были рассмотрены актуальные вопросы. В зале собрались представители администрации, ассоциации многоквартирных домов, работники служб ЖКХ и благоустройства, а также жители. На мероприятии были рассмотрены актуальные темы. Каждый смог задать интересующий вопрос. У нас две основные темы. Это итоги отопительного сезона, 2023-2024 год. Второй вопрос, который интересует практически всех жителей, это вывоз мусора. Завершение отопительного сезона стало темой номер один. В этом году в период прекращения подачи тепла в многоквартирные дома будет проведен ряд мероприятий по проверке состояния теплотрасс с последующим ремонтом. Дальнейшие мероприятия по подготовке к следующему отопительному зимнему периоду, когда мы планируем. Также у нас запланированы в летний период плановые ремонтные работы. Что мы будем именно каким образом. И все это согласование с управляющими компаниями, которые здесь присутствуют. В первую очередь работы будут произведены в домах со сроком эксплуатации, превышающим 40-50 лет. Будут задействованы средства и Московской области, и средства местного бюджета. Все эти мероприятия в соответствии с требованиями будут проведены до 15 сентября текущего года. В связи с аварийными отключениями теплоснабжения, жительница микрорайона «Зеленая аллея» поинтересовалась, будет ли осуществляться проверка новых котельных, срок эксплуатации которых не превышает 6 лет. Вроде бы с котельной все нормально, но она, тем не менее, несколько раз до сезона отключалась. Это, конечно, беспокоит. Мы осматривали эту котельную. Вопросов, в принципе, к работе самой котельной у нас не возникло. Мощности там достаточно, что там есть небольшой, но запас существует. Новые объекты будут подключаться к новой котельной. И строительство новой котельной начнется единомоментно со строительством тех самых новых объектов. Также подняли тему скопления крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. В администрации было принято решение оборудовать места для контейнеров, предназначенных для крупногабаритных отходов. Из Каширских регионов, Карафран, подписали реестр контейнерных площадок в городском округе Ленинский. И увеличили объем отхода образования почти полтора раза. Каждую неделю меняем более 30 баков. Это либо ремонт, либо замена. Жители проинформировали о старте программы «Месяц чистоты и благоустройства», в которой будут включены 4 субботника. Уже сейчас городские коммунальные службы приступили к подготовительным работам. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. По правилам, и пассажир, и водитель должны обязательно использовать ремни безопасности с первой секунды движения автомобиля. Инспекторы не устают повторять, что во время серьезного ДТП, если ремень не пристегнут, не спасут никакие подушки безопасности. Чтобы уменьшить количество подобных нарушений и привлечь внимание к этому вопросу, в Московской области с 25 марта стартует социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Сотрудниками госавтоинспекции Ленинского городского округа в период проведения раунда запланирован целый комплекс профилактических акций. Основные мероприятия – это скоординированное и целенаправленное доведение до участников дорожного движения, популяризация использования ремней безопасности, как для водителей, так и для всех находящихся внутри автомобиля пассажиров. Главная цель мероприятия – информирование всех участников дорожного движения о важности использования удерживающих устройств при поездке в автомобиле. В первую очередь мы будем проводить пропагандистские мероприятия на информирование водителей, то есть будем объяснять, почему, зачем и как. В основном в правилах дорожного движения прописано все в обязанностях пассажира и пешехода, что они должны использовать и применять ремни безопасности. От этого тяжесть последствий после ДТП становится меньше. В основном люди, как говорится, целые и здоровые. Социальный раунд продлится до 21 апреля, но инспекторы ГИБДД призывают соблюдать меры безопасности во время поездок в автотранспорте всегда. В Ведновской школе номер 5 прошла седьмая научно-познавательная конференция «Взгляд в будущее. Раздельный сбор отходов». В этот раз мероприятие решили провести в довольно оригинальном формате. Расскажет о нем подробнее Максим Козлов. Уже услышав название научно-познавательная конференция, невольно представляешь докладчиков на различные темы, слушателей, которые записывают интересные тезисы и в целом некую академическую атмосферу, но не сейчас. И в этот раз мы решили не заслушивать доклады ведущих университетов, а решили, что ведущий университет, который у нас с вами занимается подготовкой кадров в хозяйственной административной части, они разработали для нас квиз. Квиз или, проще говоря, викторину на темы раздельного сбора мусора, способов его переработки и изготовления из вторичных материалов полезных вещей подготовили студенты Университета правительства Москвы. У нас есть направление управления городским хозяйством, и в рамках этих дисциплин наши студенты изучают это, но на сегодняшнее мероприятие мы приехали как организаторы, мы проводим квиз «Грамотная переработка». В рамках программы взаимодействия со школами нас пригласили провести мероприятие, ребята разработали, вот мы сегодня будем проводить его. В квизе приняли участие 18 команд из школьников и учителей 10 учебных заведений округа. Ответы принимались в электронной форме, для этого необходимо было скачать QR-код и уже в телефоне отвечать на вопросы. И это не эффекта ради, а в том числе для экономии бумаги. Прием форм с ответами будет закрыт через несколько секунд после окончания раунда. Не затягивайте, или мы не сможем принять ваши ответы. Мы будем подсчитывать ваши баллы и в конце объявим результаты. Всего в квизе приняли участие 120 человек. Показать свои знания в области раздельного сбора и вторичной переработки отходов им пришлось в пяти раундах, каждый из которых был посвящен отдельной теме. Давайте узнаем, помните ли вы, какие цвета мусорных контейнеров используют для утилизации определенных отходов. Итак, давайте начнем. Правила раунда следующие. На экране будет появляться вопрос и три варианта ответа. Ваша задача записать номер верного ответа в форму. По итогам квиза первое место заняла команда Экоград, Видновской школы номер пять. Вторая команда Космик из Лопатинской школы и третья разделили две команды из ВХТЛ. Впрочем, большинство ребят приняли участие в конференции не ради победы. Я посещаю практически все акции по раздельному сбору отходов с моим наставником Венера Тахировна и Тарасюк. Мне очень это нравится. Я знал, что будет квиз, поэтому решил сюда прийти. Для меня в первую очередь, наверное, это желание очистить планету, потому что очень много мусорят. Я за активное участие в принципе в школьной жизни и как раз таки в деятельности раздельного сбора отходов. Следующая акция по популяризации раздельного сбора мусора, которую организуют ребята из объединения «Зеленая школа» Видновской школы номер пять, пройдет 30 марта. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновской клинической больнице врачи удалили 4-летнему мальчику редкую врожденную патологию, рудимент, жаберные дуги в виде кости. Медики столкнулись с таким случаем впервые. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Необычную операцию провели врачи Видновской клинической больницы. Впервые за свою практику они удалили маленькому ребенку жабры, а точнее врожденный костный рудимент. Родители Ильдана заметили, что у сына выступающее новообразование на шее. Самому ребенку оно не мешало, но все же создавало эстетический дискомфорт. В семье приняли решение провести обследование в больнице. Было принято решение об оперативном вмешательстве. В процессе вмешательства, также интерпретационно, после контрастирования киста была полностью истечена, пределы здоровых тканей. И уже в процессе, когда киста была вскрыта, обнаружился рудимент жаберной дуги. Это врожденная патология, которая появляется в процессе развития эмбриона в утробе матери. В нормальных случаях жаберные щели заращиваются. Но если этого не происходит, то образуется жаберный свищ, канал. А если он замкнут с двух сторон, то возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут вырастать мышечные волокна, части слизистых желез и крайне редко рудимент в виде кости. Этот необычный случай подтвердили ведущие специалисты. Конкретный диагноз – это рудимент жаберной дуги, который подтвержден в том числе гистологически. И наши хирурги уже консультируют в том числе и с более старшими товарищами, детскими хирургами из других клинических учреждений. Хирургическое вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно. На данный момент маленький пациент чувствует себя хорошо. Его уже выписали домой. В настоящее время ребенок вместе с папой ходит в процедурный кабинет, чтобы обрабатывать место операции. Не больно? Не больно? Ты молодец такой. Ты смелый мальчик. Маленький пациент поблагодарил медиков за проведенную операцию. Хирурги Видновской клинической больницы в очередной раз показали свой профессионализм и компетентность. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Последний снег, отличная трасса и бодрое настроение участников и болельщиков. В парке Опаренке прошли заключительные лыжные гонки зимнего сезона. В соревнованиях приняли участие как юные лыжники, так и опытные спортсмены. За праздником спорта наблюдала наш корреспондент Арина Лукьянцева. Лыжный сезон традиционно завершается финальным забегом. В этот раз участников разделили на 10 возрастных категорий, каждая из которых должна пройти свою дистанцию от 500 метров до 5 километров. Самые маленькие участники 2016 года рождения, самые взрослые родом из 50-х. Уже много лет мы закрываем лыжный сезон в Ленинском городском округе и проводим это мероприятие. Погонный слой волшебный. Витамин D просто зашкаливает. Он питает наших спортсменов силой, энергией. Они просто на старте настолько ускоряются, что даже из-под них палки лыжи убегают. Перед стартом спортсмены прошли регистрацию, где подтвердили свое участие в соревнованиях. Организаторы никого не оставили без внимания. Тем, у кого нет собственной экипировки, было предоставлено все необходимое. У кого нет инвентаря, всех обязательно могут пройти, получить, для всех хватит. И после этого мы в соответствии со стартовым протоколом запускаем по возрастам. Также от самых младших профессионалов до самых опытных. Большинство спортсменов серьезно готовились к гонке и сразу после старта уверенно вырывались вперед и доводили забег до победного финиша. Мы всегда участвуем на всех, и на Ленинском районе, и Спартакеада. И вот, как узнали, сразу заявились сюда. Мне этот спорт нравится. А почему решил сегодня принять участие? Потому что нельзя пропускать соревнования. Но помимо профессионалов на лыжную трассу вышли также любители этого вида спорта. Анастасия Чепишко признается, что предпочитает бег, но не упускает возможности принять участие в лыжных гонках. Летом бегаю, а зимой лыжами занимаюсь. Как часто принимаете участие в таких соревнованиях? Почти каждый раз, когда они происходят. Удавалось что-то завоевать? Да. Третье, второе, первое место надо было. Преодолевать дистанцию лыжникам помогала поддержка близких. На забеге было много болельщиков. Сегодня болею за своих детей. Мы традиционно принимаем участие в соревнованиях. В этом году на открытии были, теперь на закрытии. Детям очень нравится. Свежевоздух зимой. Альтернатив особо других не видим. Для комфорта спортсменов была обустроена зона с горячим чаем и угощениями. Завершилось мероприятие награждением. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Во Дворце культуры «Видное» 23 марта в 12.00 состоится мероприятие, посвященное Году семьи в России. Гости праздника познакомятся с яркими и интересными семьями, проживающими на территории округа. Также в субботу в 20.00 в главном здании музея-заповедника «Горки Ленинские» пройдет концерт «Новые имена» в программе выступления исполнителей на русских народных инструментах. Вход для посетителей свободный. Там же, но уже 24 марта, вниманию собравшихся, лекция Бориса Власова «Клуб архитекторов. Кто создавал усадьбу Горки?». Начало мероприятия в 12.00. В Доме культуры поселка Петровская в воскресенье в 17.00 состоится творческий вечер, посвященный пятилетию театра-студии «Парус под парусом мечты». Вход свободный. Проведите выходные интересно и с пользой. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok